Всем привет! Сегодня будем развенчивать миф. Ой, я это читала очень часто, когда я сама переезжала. Это была информация от каждой второй. У меня тоже такой миф в голове жил. Я тоже об этом думала. И, о боже, наверное, так у всех турок бывает. Пожив здесь и вообще, в принципе, пережив этот этап в своей жизни, я поняла, что совершенно не у всех и так бывает. И, может быть, и не очень-то хорошо, чтобы вот так было. Потому что истории, когда турок очень быстро перевозит, предлагает быстро замуж, там, сожительство или, ну, там, короче, когда ты очень быстро переезжаешь к ним, он делает тебе предложение, это не есть всегда хорошо. Таких историй, когда это закончилось с плохой разводом, я, вот моя личная статистика в моем окружении, знаю очень много. Истории, когда мы долго встречались, а потом поженились, ну, не супер там долго, ну, какое-то количество времени, условно, там, год-два там, да. И мы спокойно там, типа, дальше живем. Вот таких историй, скажем так, ну, знаете, не экстремальных, эмоциональных, да, спокойных гораздо больше. То есть статистика по разводам, да, допустим, назовем так, гораздо лучше. Я когда тоже переезжала, тогда вообще ни блогеров-то особо никаких не было, и они, то есть вся история только с блогерами начинала зарождаться. Ну, как минимум, тогда вообще никто, о жизни в Турции что-то было, турецкие блюда я искала, но о менталитете, об отношениях, вообще никто эти темы не поднимал. И тогда, когда я переезжала, информация была только на парочке каких-то там в форумах о Турции что-то, я лично что-то узнавала, когда читала комментарии под этими видео о кулинарии или просто жизни в Турции. И все, ничего, никакой информации больше не было. Я перед своим переездом тупо поняла, так, я вообще страну не знаю толком, да. Я съездила, конечно, посмотрела, познакомилась, увидела что-то, как там, присмотрелась или перед принятием решения. Я просто, видя там каких-то блогеров истории, как люди живут, какой социальный уровень есть, какой может быть и так далее, я просто поняла, например, как я не хочу. Послушала, так, какие там, что в семье у них бывают, какие правила. Окей, я бы так хотела или нет. То есть я понимала какие-то рамки, скажем так, дозволенности, назовем. В общем, пыталась что-то как-то понять на себе. Но никогда у меня не было мысли реально, что вот так должно быть, вот так правильно, а по-другому как-то неправильно. Или если у меня так будет, я от этого откажусь, короче говоря. Такими категориями категорично так я не мыслила. Так вот о чем сегодня история-то. Я тогда очень часто на форумах этих всех читала, что турки очень быстро женятся, очень быстро делают предложения или очень быстро перевозят свою избранницу, девушку, женщину, в которую они влюблены и так далее. Я это понаслушившись в интернете, я была уверена, что так оно все хорошо и есть. А там уже стали появляться всякие малаховщинопрограммки, которые любят всякие бабушки-тетушки смотреть для, скажем так, для просмотров, для рейтинга, когда у нее забрали ребенка, он ее кинул, не знаю, забрали в рабство и прочая история. И вот сейчас здесь поживяю, даже честно, истории про рабство каких-то таких я не слышала. То есть я не знаю, точнее я слышала, но я не знаю, с таким не сталкивалась. Я вот тоже думаю всегда, чтобы в такое попасть вообще, это как надо так знакомиться, встречаться, чтобы в это влезть. Как бы голова-то на плечах своя должна быть, ты чем, блин, думаешь, каким местом, к кудому ты переезжаешь, куда и тому подобное. То есть это от человека зависит, условно говоря. Не все здесь такие турки, не знаю, в рабство забирают или что-то делают такое. Это какой надо быть самой, не узнать, не распознать и так далее. То есть надо так бежать, теряя тапки, чтобы на это повестись, короче говоря. То есть звоночки, короче говоря, намеки все это всегда бывает, но главное это не пропускать. Вот, и буквально недавно тоже у меня был комментарий, что вот турки все быстро, да, в комментариях между собой подписчицы переписывались у меня, что вот одна и другая доказывала, что они быстро, все быстро женятся, зовут замуж, короче, перевозят, это норма. А то, что ты там типа год встречаешься по интернету, общаешься, это не отношения, не узнавания, ты дура, тебя юзают. Не знаю, как юзают, если она просто приезжает, уезжает, он ей оплачивает билет, ну как-то ее юзают время. И в общем ничего из этого не выгорит, надо сразу, если он тебя не перевез, все, до свидания. Я это так почитала, думаю, ну блин, логика же какая-то, понимаете, у людей должна быть. Вот история, моя статистика, повторюсь, когда разводились, и она его мало знала, блин, очень часто разводятся. Естественно, потому что это некий побег, побыстрее, с копом, надо быстрее, быстрее. Это всегда побег. Она бежит, например, от своих проблем дома. А побег у мужчины это, здравствуйте, абьюзеры, нарциссы, какие-нибудь любители домашнего насилия. Это вся эта история. Почему они любят быстро запудрить мозг, быстро делать предложения, быстро перевозить, чтобы жертва не успела очухаться, все, точка, все просто. Чтобы она не успела дать заднюю, чтобы его планы не расстроились. Я уже здесь побывав, зная, в принципе, вот знаете, турчанки годами многие встречаются здесь. И у них вот это вот тягомотие, найдут отношения, они встречаются, потом нераспитные. Короче, даже у них очень часто у многих отношения до брака уже себя изживают. Они пережили уже все стадии, еще не распишаются, они уже там и поругались, всяко-разно помирились там, притерлись-перитерлись и уже, короче говоря, настолько. Но потом они эту лямку тянут, в России тоже такие отношения и бывают. У меня подружек такое было. Потом они в браке все равно несчастные, например, как-то несчастливо живут или разводятся в итоге. Ну, короче говоря, что здесь даже очень долго узнают, находясь в одной стране друг к дружку, встречаются и так далее. А когда, я бы вообще честно, девочки, кто сейчас в отношениях каких-то, это когда вам быстро предлагают переехать, быстро делают предложение, быстро-быстро-быстро, я бы вот вообще так, так-так-так-так, стой, дружок, давай как бы что-то узнаем, познакомимся. По моему личному ощущению, я считаю, год это достаточное время, чтобы поездить, чтобы он к себе успел приехать, познакомиться, посмотреть в каких-то различных критических ситуациях, как человек себя ведет. Понимаете, вот эти общения, они же не только типа, я тебя люблю, куплю, как-то там проснулась, траля-ля, все дела, там ривности какие-то. Ваши просто проверьте мужчину в бытовом своем. У меня какие-то проблемы, умер какой-то родственник, а он вас поддержал при этом? Что он вам написал? Как он себя проявил? Обращайте внимание вот на это. Когда эта история, конечно, затягивается гораздо дольше, это тоже не есть хорошо, да? Это говорит, что человек что-то боится, сомневается, у него какие-то страхи есть, вообще надо ему это или нет. Вы для себя сами определите, время, которое был, срок, был бы мне удобен, комфортен, сколько бы я могла быть вот в этом статусе до переезда к нему, или развития наших отношений какое-то. Вот и все, чисто для вас, как вам это комфортно. Вы себе в первую очередь всегда в отношениях думайте, а вот когда вам говорят, давай быстрее расписываться, давай быстрее жениться, давай-давай-давай, я бы такая, о, не-не-не, чувак, не-не-нет. И это сразу, это вот и есть тот звоночек, что чувак может быть каким-то опасным. Я не говорю, что нет браков счастливых, когда очень быстро познакомимся, сейчас кто-нибудь будет в комментариях писать, пишите, пожалуйста, рассказывайте о ваших примерах, это очень важно, поддержите других девочек. Но это говорит, скорее всего, о том, что вы счастливые исключения из плохой статистики разводов или опасных каких-то ситуаций, в которые могут попадать женщины, когда очень быстро или мало знают человека. Конечно, если вы знаете, такое бывает, назовем любовь с первого взгляда, да, когда вы встретились, вы поняли, что я его люблю, мы вот пазлик, мы совпали, единая целая, душа в душу, такое есть, чувствуешь, что человек родной, что ты его знаешь тысячу лет, но почему нет? Конечно, как-то более-менее обезопасить себя и переезжать по профессионалам можно, да. Короче говоря, когда слишком... Это миф полный, что турки все быстро, кто им нравится, всех перевозят, нифига. Я никакой статистики в цифрах, к сожалению, не знаю, примерной даже, но очень часто за этим быстрым переездом или предложением бывают скрыты какие-то подводные камни, пути. Девочки, вообще, наоборот, будьте осторожны, если вам очень быстро предлагают. Значит, от вас что-то хотят утаить, чтобы вы что-то не узнали и быстрее в эту, назовем так, кабалу в брак подписались, а потом вам какие-то сюрпризы будут. Я лично знаю здесь в Стамбуле одну девушку, которая выходила замуж за турка, довольно-таки быстро, эмоционально. Они, скажем так, они как друзья там общались в интернете, но они прям не узнавали друг друга для отношений, а по-дружески, в чате там они каком-то сидели о чем-то. Такого типа там, как романтик, отношения, переписки, доброе утро, вот эта вся фигня, это не про них было. Просто общались, общались. Тут они как-то, она поехала в отпуск, он к ней приехал в отель, они, о, типа, любовь оказывается, да. Но они не узнавали друг друга специально для отношений. Они как бы встретились, потом она уехала домой, он к себе домой в Турции, и она к нему переехала через три месяца, он ее там быстренько затащил. И они поженились. И у них не было детей лет семь, наверное, она не рожала от него. Знаете почему? Потому что у них были проблемы в отношениях. Она от него уходила, собирала чемодан даже. Все, вот я знаю эту внутреннюю кухню. Вот, понимаете, для подружек, для тех, когда она, скажем так, для родственников, может, каких-то, или там вот этих вот форумах в интернете о Турции, эта история будет выглядеть как, они просто общались какое-то время. И тут они встретились в отеле. Три месяца он ее перевез. У них свадьба, любовь. Семь лет прожили, родили ребенка, все у них замечательно. Нет, у них сейчас все замечательно, когда они родили ребенка, а замечательно еще стало до ребенка. Потому что ребенок, это последствия того, что они притерлись. Они семь лет этим занимались. Она его семь лет, блин, узнавала, какой он человек, выстраивала свои правила с его семьей, с ним, он сам вообще с балмошным характером, еще тот человек. Это казался тот залюбленный мамой сыночек, он самостоятельно отдельный, но он ждал от нее, чтобы там ему тапки в зубах приносили, понимаете, за ним ухаживали, он лежит пузом кверху, ничего не делает дома, он работящие деньги в семью приносит, но дома просто вот он вот так вот, мамочка там за ним с радикулитом до сих пор чаи подносит, бегут, мама не жалеет, понимаете? И вот назовем так, вот эта адаптация, перевоспитание, но вообще слово это не люблю, про перевоспитание. Вот они вот так сходились очень долго, у них это заняло 7 лет, и она от него и уезжала, и на родину к себе как-то на несколько месяцев, чемодан, как-то четко не было. Но вы же об этом не слышите и не знаете, и я бы не знала, если бы она мне не рассказала, понимаете? Вот в чем разница этих историй, когда тебе быстро ты переехала, быстро сделали предложение, а потом у тебя открывается прекрасный мир и прекрасная вот эта притирочка, как бы назовем так, мир полон удивлений. Так что подумайте, блин, если вам так быстро, я вообще, мне сразу будет мысль так, в чем скрывает, от чего меня пытаются уберечь, что мне потом, может быть, предстоит узнать, а что может быть для меня, может быть, и не надо. В общем, я бы к быстрым предложениям отнеслась с осторожностью. Пишите ваши комментарии, ваши истории, как вы себя чувствуете, как вы в подобном, может быть, были, как вам делали предложение или как-то еще развивались, как ваши отношения. В инфобоксе я оставляю всегда свою почту. Если вам нужна моя консультация психолога, пишите, пожалуйста, обращайтесь. Если вам нужна история, публикация на канале, то тоже пишите историю от анонимов тем письма. Спасибо за внимание. Всем пока.